Братья и сестры, хочу задать вам вопрос, на который предлагаю вам ответить самим себе. Вы любите свою жизнь? Ну, не просто так сразу ответить, да? Зависит, а что значит любите? Зависит, а что значит жизнь? Кто-то, наверное, смотрит, вспоминает свою жизнь. Вот до Америки, может быть, ну, не такая удачная была жизнь или удобная жизнь, и смотрите сегодня, ну да, вроде бы, а у кого-то наоборот, может быть, да, было тогда по-другому. Наша тема сегодня – как любить жизнь? Как любить жизнь? И мы с вами будем читать текст Писания, вот прежде чем найти ответ на этот вопрос, как мы продолжаем вот на этих служениях в 12 часов, мы идем по первому посланию Петра и вникаем в эти истины. Поэтому давайте сейчас откроем этот текст Писания и мы прочитаем. Это первое послание Петра, 3 глава, я буду читать 10, 11 и 12 стихи. Первое послание Петра, 3 глава, с 10 стиха. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли». Вот в этом тексте, прочитанном нами, мы видим главная фраза, на которой строится все, что говорит Петр. Это начало 10 стиха. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни». И мы видим, что из слов Петра, вот это доброе что-то, это что-то правильное. Любить жизнь и иметь желание, стремление видеть добрые дни. И мы понимаем, что, по сути, это естественно для человека желать этого, стремиться к этому, смотреть на свою жизнь и сказать, что «да, вот эта жизнь, она мне нравится, я хочу видеть добрые дни в моей жизни». Естественно, никто не хочет, чтобы были какие-то злые дни, а добрые дни. Мы даже когда встречаемся друг с другом, мы приветствуем друг друга, говорим «добрый день». Что мы имеем в виду? Мы даем пожелание свое, мы желаем человеку этого доброго дня, который был бы в его жизни. Но вот когда мы думаем о том, что говорит Петр здесь, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, конечно, возникает вопрос, а что же это за жизнь, о которой говорит Петр? Жизнь, которую можно любить, жизнь, которую нужно любить, жизнь, которую христианин вот таким образом должен относиться. И тут разные, я говорю, могут быть ответы. Студенты, которые учатся, может быть, здесь присутствуют, вот когда они думают, что такое вот хорошая жизнь. Это, наверное, тогда, когда как-то легко дается учеба, да, и ты учишься в колледже или в университете, вот так легко тебе дается, и тебе не нужно прилагать каких-то сильных стремлений, и ты сдаешь экзамены, и все у тебя получается. Ну, это вот хорошая жизнь для студента, для человека, может быть, для молодежи сегодня у них свои принципы. И когда смотреть на молодежь и задать вопрос, что такое хорошая жизнь для вас? И у них какие-то такие часто поверхностные представления о жизни. И молодежь сегодня считает, что хорошая жизнь – это тогда, когда ты популярен, когда все хотят дружить с тобой, все хотят общаться с тобой, все хотят с тобой быть где-то вот в контакте, и для них вот это хорошая жизнь, когда нету одиночества, отверженности какой-то, когда все стремятся к тебе, и все хотят с тобой иметь общение. Для уровня рабочих людей, которые трудятся, для них тоже, наверное, какие-то свои принципы есть, хорошая жизнь, и когда у тебя есть хорошая работа, когда тебя ценят на работе, когда у тебя все получается в жизни. Но мы видим, что больше и больше понимания хорошей жизни сегодня в этом мире, где мы живем, это понимание жизнепотребительской, это понимание жизнеполучения что-то для себя, это понимание, когда жизнь проходит в каком-то удовольствии, удовлетворении своих каких-то стремлений. И сегодня все большее вот это в мире понимание, что для человека хорошая жизнь – это когда у него больше приобретений, у него больше машин, у него больше домов, у него больше успехов бизнеса, у него больше каких-то удовольствий, развлечений, спорта, и потом идет дальше – алкоголь, наркотики, когда все доступно, все возможно, когда он может просто пользоваться этим, и человек говорит, вот это, наверное, хорошая жизнь. И люди смотрят на тех людей, которые вот так жизнь проводят, им кажется, вот это хорошая жизнь, вот это действительно то, чего бы я хотел достигнуть, если я получу вот этого вот, какой-то популярности, какого-то вот возможностей. Вот это, наверное, хорошая жизнь, которая бы удовлетворяла меня. Но на самом деле большинство из вот того, что я перечислил, это проявление греховной жизни. Не хорошей жизни, а греховной жизни. И очень часто люди, которые достигают этого, они вовсе не любят свою жизнь. Есть другие даже примеры, посмотрите, я хочу показать вот этого человека, его зовут Адольф Меркли. Это был один из самых богатых людей Германии. Его достояние в 2007 году было 12 миллиардов долларов. Крупнейший бизнесмен, который обладал корпорацией фармацевтической продукции, который был хозяином концерта «Фольксваген», 12 миллиардов долларов. И, казалось бы, вот у него жизнь, которой он должен быть удовлетворен, которой он должен сказать «Да, я люблю свою жизнь». В 2009 году, когда наступил экономический кризис, который немного затронул его бизнес, этот человек бросился под поезд. Деньги не приносят наслаждения жизнью. Деньги не дают человеку состояния, чтобы он сказал «Я люблю свою жизнь». И это один из этих примеров. Мы думаем, может быть, когда веселья много в жизни, когда человеку смеяться много получается у него, может быть, вот это состояние, когда человек скажет «Я люблю эту жизнь», вот эта хорошая жизнь. Я хочу показать другой пример, и другой пример – это Робин Уильямс. Это человек, который очень известный юморист, очень известный комик, актер, очень известный и популярный, и в то же время мультимиллионер. Совсем недавно он продал свое имение за 45 миллионов долларов. Буквально на прошлой неделе он покончил жизнь самоубийством. Человек, который многих веселил, который был успешен в этом, который говорил все эти шутки, и люди смеялись, и людям казалось, вот уже у этого человека такая веселая жизнь, такая легкая жизнь. Уж он может сказать, имея при этом и деньги, что он любит свою жизнь, ему нравится его жизнь. Человек покончил жизнь самоубийством. Мы думаем, а может быть, нужно перейти в область какой-то философии, правильного отношения к жизни. Может быть, у этих людей просто было неправильное понимание, правильное отношение. Еще один пример хочу сказать. Эту женщину зовут Чуэ Юн Хи. И она известная южнокорейская телеведущая и автор книг о гармонии, книг о счастье, о надежде, о поиске. Она получила у своих современников прозвище «Проповедница счастья» за то, что она постоянно призывала своих соотечественников жить в гармонии с собой и окружающим миром, радоваться жизни. И за всю свою жизнь она написала более двух десятков книг о том, как иметь баланс внутри себя и как достигать счастья в жизни. В 2010 году, в возрасте 72 лет, она совершает самоубийство вместе со своим мужем. Мы думаем, может быть, правильное понимание должно быть, настроено правильно, как-то вот принципы должны быть, философия правильная. И человек тогда будет наслаждаться жизнью, и он скажет, да, вот это хорошая жизнь, я радуюсь этой жизни. И вот еще один пример. Человек, который всех других учил, был проповедницей счастья, объяснял, как иметь баланс, гармонию внутри себя, как достигать этого счастья. И в конце концов, будучи сам разочарован, кончает жизнь самоубийством. Люди по-разному сегодня пытаются объяснить, как достигнуть того состояния, чтобы любить свою жизнь, чтобы наслаждаться своей жизнью. Посмотрите некоторые примеры, которые дают эти люди. Люди говорят, первое, смейтесь, больше смейтесь, и у вас будет счастливая жизнь. Люди говорят, создайте вокруг себя приятное окружение, приятных людей, приятную обстановку. Обстановку, думайте об успехе, делайте то, что вам нравится, займитесь самовоспитанием, настройте себя, объясните себе, получайте радость от привычных дел. Вот это советы, которые даются, как наслаждаться жизнью, как любить свою жизнь. Но мы видим, что эти советы не работают. И мы видим сегодня все больше и больше, что богатые, известные люди, они нисколько несчастливее обычных людей. И более того, есть примеры, что некоторые из богатых, из известных людей, они намного несчастнее, чем обычные люди, которые не имеют то, что имеют они. А мы христиане, должны ли мы любить жизнь? Есть примеры, когда христиане не любят свою жизнь. Есть примеры, когда христиане говорят, я ненавижу свою жизнь. Вот так, жизнь, которая у меня сейчас, так как она идет, говорит, я ненавижу свою жизнь. И мы задаем вопрос, нормально ли это, правильно ли это, в чем проблема? Человек, который стремится к чему-то, человек, который достигает чего-то, и вдруг он произносит такие слова. Знаете, есть библейский пример человека, который все имел. Это Соломон. И мы читаем с вами, как много у него было, богатства, дома, много жен, наложниц. Он имел все, что сегодня можно назвать хорошей жизнью. И он говорит, я все решил перепробовать. Он искал в этой земной жизни то, что под солнцем происходит. И у него все было. Он все испытал, он все попробовал. Даже царица Савская пришла, она удивлена была тому, что он имеет, тому, что у него происходит. Но вопрос, любил ли он жизнь? Экклесиас, 2 глава, 17 стих. Соломон говорит, и возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. Посмотрите, человек, который все испытал, если бы он сегодня был, то у него сегодня, наверное, были бы и яхты, и виллы, и все остальное. Он обладал бы всем этим, он все испробовал. Но он произносит эти слова, он говорит, возненавидел я жизнь, потому что все это суета, и все это томление духа. Оказывается, есть много людей, которые ненавидят жизнь, и так мало есть людей, которые могут сказать, я люблю жизнь. Вот ту жизнь, которая у меня сегодня происходит, я люблю эту жизнь. Эти люди по-настоящему могут сказать, что они счастливы. Итак, вопрос, который я задал, мы, христиане, должны ли мы любить свою жизнь? Ведь сам Христос когда-то сказал, помните, кто не возненавидит жизни, даже самой жизнью, тот не достоин меня. А в другом месте, это Иоанна 12, 25, Христос говорит, любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сием сохранит ее в жизнь вечную. И слово душа в этом месте именно указывает на жизнь. Христос говорит, кто любит свою жизнь, он погубит ее, а кто ненавидит душу свою, тот сохранит ее. В Евангелии Марка 8 главе Христос говорит такие слова о жизни. Кто потеряет ее ради меня, и Евангелие, тот сбережет ее, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Эти тексты как бы показывают нам, что не совсем правильно христианину сказать, что я люблю свою жизнь. Христос наоборот побуждает возненавидеть свою жизнь, потерять свою жизнь. Но когда мы смотрим на эти тексты, Христос говорит о том, кто хочет следовать за Ним, о том, кто хочет стать учеником Иисуса Христа, вот тот должен потерять свою жизнь, вот тот должен возненавидеть свою жизнь, вот тот должен взять крест и следовать за Христом. Но тогда, когда человек приходит к Иисусу Христу и становится учеником, и берет этот крест, тогда у него получается совершенно новая цель, совершенно новые ориентиры. Тогда у человека совершенно новая цель в жизни получается. И когда у него преображенная эта жизнь, следование за Господом, вот эту жизнь человек может и должен любить. И когда мы думаем, а что это за цель у человека-христианина, мы можем сказать, что цель моей жизни должна быть ему угодными. Посмотрите, Павел пишет 2 Коринфянам 5 глава, и потому ревностно стараемся, во дворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. О чем Павел говорит? Во дворяясь ли, выходя, он говорит о жизни или о смерти. Здесь в этой 5 главе 2 Коринфянам, он говорит, что мы понимаем, что есть дом на небе, и мы ожидаем этого, когда мы выйдем из тела, и мы водворимся у Господа. Но он говорит, водворяясь ли, то есть или умирая, или оставаясь здесь в жизни, у нас одна и та же цель. Это цель быть ему угодными. Вот когда христианин избирает эту цель своей жизни, быть угодным Господу, вот тогда он может любить свою жизнь. Это очень важно каждому из нас задать вопрос, а какая цель в моей жизни? Эту цель каждый христианин себе должен задавать, потому что иногда со временем мы вдруг теряем цель в нашей жизни. Мы вдруг начинаем просто жить так, как остальные люди живут. И теряется эта главная цель, и тогда жизнь начинается меняться, и я смотрю на свою жизнь. Я уже не могу сказать, что я люблю свою жизнь. Я уже не могу сказать, что эта жизнь достойна того, чтобы ее любить, потому что я потерял главную цель в моей жизни. Быть угодным Господу, стремиться всеми силами сделать, чтобы быть Богу угодными. Но когда мы ставим другую цель, мы можем сказать, а могу я сказать, что цель моей жизни – любить жизнь и видеть добрые дни. Могу ли я сказать, что это моя цель? Кажется, эта цель какая-то эгоистичная. Кажется, эта цель какая-то генонизмом похапахивает, то есть каким-то вот таким стремлением к удовольствиям, что вот это я поставил в свою жизнь. Хотя, по сути, между этими двумя целями, которые вы видите, очень тесная связь, когда мы понимаем, о какой жизни идет речь. Когда мы понимаем, что это за цель в жизни, поставленная человеком. И Петр именно об этом говорит. Он не говорит о жизни, наполненной увлечениями, различными удовольствиями, материальным деньгами или еще чем-то. Петр не об этой жизни говорит, он говорит о жизни христианской, о жизни, которую дает Господь. Павел когда-то писал, вы помните эти слова, он говорит «Для меня жизнь – Христос». Если для меня жизнь – Христос, могу ли я не любить эту жизнь? Могу ли я сказать, что для меня жизнь – Христос, но я эту жизнь не люблю? В другом месте, помните, Павел говорит, что «Впрочем, уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот именно об этой жизни говорит Павел. И когда он говорит, для меня жизнь Христоса, смерть приобретения, он говорит, я имею желание разрешиться и быть со Христом. И помните, что он дальше говорит, потому что это несравненно лучше. Он не сравнивает нашу жизнь и говорит, что это плохое что-то, а там вечность и хорошее. Он не говорит это в сравнении плохо и хорошо. Небо это лучше, это намного лучше. Он говорит в этих словах, это несравненно лучше небо. Но он сравнивает с тем, что хорошо здесь и с тем, что намного лучше. И если в небе намного лучше, то жизнь с Богом, который дает нам Господь, жизнь в служении Богу, жизнь, посвященная Богу, это хорошо, это правильно. И у христианина должно быть правильное отношение. Когда мы смотрим вот на этот текст, который мы прочитали, когда Петр пишет христианам, какая у них была жизнь, какую жизнь они проводили. Мы проходим с вами это послание, и вот мы дошли до третьей главы. И вы помните, вот когда мы листаем эти страницы и смотрим предыдущие главы, у них не была легкая жизнь. Посмотрите, в третьей главе Петр говорит, вам необходимо, поскорбев теперь от различных искушений. Вторая глава, одиннадцатый стих, он говорит, что у них есть плотские похоти, восстающие на душу. Вторая глава, двадцатый стих, он говорит, что они страдают несправедливо. Третья глава, четырнадцатый стих, он говорит, вы страдаете за правду. Четвертая глава, он говорит, что как Христос пострадал, только и вы вооружитесь той же мыслью. В двенадцатом стихе четвертой главы он говорит, из огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, это не что-то странное для вас. 5 глава 8 стих, он говорит, дьявол ходит вокруг вас, как рыкающий лев, ища кого поглотить, посмотрите, Петр пишет людям, которые находились в страданиях, у них не была легкая жизнь, у них не было вот то, что по-человечески мы бы описали, что вот это жизнь, которую можно любить, вот это жизнь, которую действительно люди могут сказать, я люблю свою жизнь, у них проходила жизнь в страданиях, их ненавидели, их преследовали, они постоянно страдали, они были странниками на этой земле, и вот когда мы проходим эту главу, я хочу, откройте ваши Библии и посмотрите, 2 глава 11-12 стихи, потому что 2 глава 11-12 стихи, это как бы центральный такой опорный момент, от которого Петр дальше говорит свое повествование, и вот во 2 главе он говорит, «Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похоти, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения». Петр говорит, вы живете среди страданий, живете среди гонений, люди ненавидят вас, они хотят как-то унизить вас, они хотят уничтожить вас, но он говорит, когда вы сталкиваетесь с такими взаимоотношениями, не пытайтесь этих людей обвинять, не пытайтесь против них воевать, воюйте с грехом, который внутри вас, потому что всякий раз, когда вы сталкиваетесь с такими проблемами в отношениях, внутри вас будет подниматься этот грех, и он говорит, «Я прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». И второй совет, который он дает здесь, он говорит, проводите добродетельную жизнь между язычниками, для того, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Бога. То есть он ставит цель среди ваших гонений, трудностей, беды, горя, в которой вы живете. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с людьми, которые против вас что-то делают, вы проводите жизнь добродетельную. И тогда эти люди, видя вашу жизнь, они придут к Богу, они покаются, они станут служить Богу. И дальше, вот после этой второй главы 11-12 стиха, Петр дает пять примеров, он дает пять иллюстраций, где это можно применять. Первое, чего он показывает, он говорит, это государство. И вот здесь, во второй главе, он говорит, чтобы вы были покорны всякому человеческому начальству. Государство в то время пыталось уничтожить христиан, пыталось убрать их с лица земли. Петр говорит, вы должны быть им покорны. Вы должны показывать, что вы покоряетесь, вы проводите добродетельную жизнь. Второй пример, он приводит работодателям. Он говорит, всякому начальству, слуги, поминуйтесь, не только добрым, но и тем злым, которые зло хотят сделать для вас. Он говорит, и там вы должны пример показать. Потом он приводит пример Иисуса Христа, говорит, Христос пострадал, и поэтому и вы страдаете в жизни. Потом он к семье переходит и говорит, в той семье, где муж, на то, что происходит в твоей семье, покоряться мужу, показывать пример, чтобы муж пришел к Богу. Потом он к мужу обращается, говорит, и муж, и ты должен также жене показывать. Он показывает эти иллюстрации и все вокруг взаимоотношений, потому что взаимоотношения, это важно для Петра в этих главах. Эти взаимоотношения против христиан, это взаимоотношения, которые трудно назвать доброй, хорошей жизнью. Но Петр говорит, среди всего этого вы, как пришельцы и странники, вы должны правильно жить, и вы должны любить эту жизнь. И потом, когда мы перешли вот к третьей главе, и в третьей главе он с восьмого стиха начинает уже объяснять, а как же это делать? И мы просматривали с вами восьмой, девятый стихи, он говорит, будьте единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюблены, смиренно мудренны. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Это все практические шаги, когда к тебе неправильно относятся, когда весь этот мир направлен против тебя. Как тебе любить эту жизнь? Петр показывает, вот так поступайте, вот это делайте, вот это проявляйте. Не злом за зло, не ругательством за ругательством, благословляйте, живите настоящей христианской жизнью, потому что вы к этому призваны. Если вы будете это делать, вы получите благословение. Поэтому, когда мы смотрим на нашу жизнь и задаем вопрос, бывают ли в нашей жизни плохие дни? Да, бывают. Бывают трудные дни, бывают тяжелые дни. Но мы знаем, что с нами Господь. И когда мы посвятили свою жизнь Ему, мы можем среди всех этих трудностей любить Господа и любить ту жизнь, по которой Он ведет нас. Потому что мы знаем, что Он с нами. И Писание говорит, любящим Господа все содействует ко благу. И Петр объясняет это. И вот этот текст, который мы прочитали с 10 по 12 стихи, это цитата из Ветхого Завета. Апостол Петр в этом тексте цитирует 33-й псалом. Это псалом Давида. Он как бы подтверждая свою мысль, как мы можем любить жизнь. Вот такую жизнь, вот в такой обстановке, как мы можем любить жизнь, Он приводит цитату из Священного Писания. Он берет цитату Давида и подтверждает, что мы должны делать, чтобы действительно любить эту жизнь. И когда мы понимаем, что это Ветхий Завет, это псалтырь, а псалтырь и ветхозаветняя поэзия, она была построена вот таким параллелизмом, когда одна и та же мысль двумя выражениями высказывалась. Не так, как в нашей поэзии сегодня, когда поэзия сегодня, когда складный слог получается, окончание слов похожий. Еврейская поэзия была другой. В еврейской поэзии одна и та же мысль выражалась разными словами, и поэтому получалась поэзия. И вот мы читаем этот псалом 33-й, где Давид обращается в своем слове, и посмотрите, как он говорит. Мы читаем об этом с 13 стиха. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Это одна и та же мысль, выраженная двумя разными определениями. Дальше вторая мысль. «Уклоняйся от зла и делай добро». Это одна мысль. Третья мысль. Он говорит «Ищи мира и следуй за ним». «Отчи Господни обращены на праведников, и уши его к воплю их». Давид объяснял это, и Петр применяет это, чтобы подтвердить эту мысль. Как же нам любить нашу жизнь, какова бы она ни была? И мы видим в этом тексте указания на три важных момента. Как нам любить свою жизнь? Первое, что мы с вами увидели, это «контролируй свой язык». Для того, чтобы нам любить жизнь, Петр говорит, он говорит здесь, мы читаем с вами в 10 стихе, «удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Наверное, самый яркий такой пример человека, который не удерживал язык, это был семей. Вы помните, он шел и злословил Давида. Он шел и злословил Божьего помазанника, и воины говорят, давай мы пойдем убьем его. Он говорит, нет, Давид воспринял это как то, что Бог допустил. Но в конечном итоге, можем ли мы сказать, что вот это злословие, оно дало семею счастливую, добрую жизнь? Нет. И он понял это. Он пришел к Давиду когда-то, и тем не менее, он понес наказание, и Соломон когда-то все-таки увидел этот момент, он сказал, «Ты же должен жить в Иерусалиме, не выходить». И вдруг семей вышел из Иерусалима, пошел за потоки дрон, и он был наказан за это. Представьте себе жизнь этого семея после того, что он совершил. Постоянно в каком-то беспокойстве, постоянно в каком-то страхе. Злословие уст никогда не принесет доброй и счастливой жизни. И мы видим на примерах людей, которые не удерживают язык от зла. Они не любят свою жизнь. Вы думаете, они счастливые? Это люди, которые сами злые, раздражительные, вспыльчивые. Люди, у которых постоянно горечь. Они всегда видят все в негативном свете. Они любят свою жизнь? Если вы зададите им вопрос, вы любите свою жизнь? Нет. У них все плохо. Они ненавидят свою жизнь. Именно поэтому настолько они ненавидят, им не нравится их жизнь, что они хотят и другим людям испортить свою жизнь. Поэтому у них злословие, поэтому у них вот эти лукавые всякие речи. И слово лукавый, оно происходит от того, кто назван этим именем. Лукавый, то есть сатана. Это он побуждает людей использовать этот язык. А слово Божие говорит, что если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце от его пустое благочестие. Нам нужно обуздывать свой язык, потому что Писание в этом же послании Якова говорит, что язык – это как огонь, который воспаляет круг жизни. Как человек может любить эту жизнь, когда она воспалена, когда она горит? И она горит от этого языка. И когда человек не контролирует свой язык, когда он предается тому, что здесь сказано, язык свой злу и уста свои лукавым речам, когда он обманывает, когда он лукавит, когда он злословит, когда он допускает вот эти слова из своего языка, у него никогда не будет жизни, которую он мог бы любить. И поэтому Петр говорит здесь, если ты хочешь любить жизнь, удерживай язык свой, контролируй язык свой, проверяй, держи себя, чтобы это зло не исходило из твоих уст, и тогда ты будешь на пути к этому состоянию, чтобы любить жизнь. Мы с вами находим здесь еще один совет, который дает Петр. Он говорит, не делай зла. Посмотрите, мы дальше это видим с вами в 11 стихе. «Уклоняйся от зла и делай добро». Когда мы думаем вот об этом уклонении, я вспоминаю Давида, который в свое время тоже сделал зло, который не только забрал жену ближнего своего, но и человека этого подвергнув смерти. И вы думаете, после того, когда он сделал это зло, у него была добрая, счастливая жизнь? Вы думаете, он наслаждался жизнью? Тогда, когда пришел пророк Нафан и обличил его, и показал ему, что он сделал, вы думаете, у него была спокойная жизнь? Не может быть состояние любви к жизни нормальной, когда ты сделал зло, когда ты творишь зло. Если уста – это первый момент, то творение зла – это руки наши, это то, что мы в жизни делаем, это те поступки, которые мы осуществляем. И Писание показывает нам, на примере Давида, который сделал зло, не будет жизни доброй, не будет того, чтобы ты любил. Послание Римлянам, 12 глава, мы читаем, «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот к чему призывает Писание. И люди, которые так поступают, исполняют эти принципы, которые побеждают зло добром, они могут сказать, что они любят свою жизнь. Человек, который пытается зло злом победить, в ответ на зло зло отвечает, он никогда не скажет, что я люблю свою жизнь, он никогда не скажет, что я вижу в своей жизни эти добрые дни. Но человек, который в ответ на зло делает добро, вот у него это состояние. Слышал об одном солдате, который в армии находился, верующий наш брат, и вот он однажды после трудного дня, после марш-броска, когда они пришли в казарму, он склонился возле кровати и молился. И в это время сержант, который видит этого брата, который молится, он снял свои ботинки, которые, сапоги, которые в грязи были, и со всей силы запустил его этого брата, который стоял на коленях. И брат, ни слова не говоря, продолжал молиться. И на следующее утро, когда сержант проснулся, он увидел свои сапоги, которые были вымыты, вычищенные, и стояли возле его кровати. Этот сержант покаялся и обратился к Богу. Он пришел к этому брату и стал беседовать с вопросом, почему, почему ты так поступаешь? Писание говорит, зло можно победить добром. И человек, который идет этим путем и побеждает зло добром, он имеет эту жизнь, которая достойна того, чтобы ее любить. Наконец, третий совет, который дает нам Петр, ищи мира, ищи мира. Вы помните этого человека, имя которому было Навал? Мы читаем о том, что Давид послал своих отроков для того, чтобы они пришли к этому человеку. А человек, о нем сказано, что он был жестокий и злой нравом. И вот приходят эти отроки, они приходят к нему, и помните слова, которые Давид говорит, скажите ему, это 25 глава 1 книги Царств, и скажите так, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. И дальше они говорят, что мы никогда не обижали ваших пастухов, и потом говорят, ибо в добрый день пришли мы, дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. Они приходят с миром. Они говорят, мы хотим, чтобы у тебя были добрые дни. Мир тебе, ибо в добрый день пришли мы. И что делает этот человек навал? Он говорит, а кто такой Давид? Сегодня много беглых рабов бегают где-то по полям. Человек, который не стремился к миру, который не принял этот мир, с которым пришли эти посланники от Давида. И как его жизнь пошла? Давид, слыша это, собирает войско. И он идет туда, чтобы уничтожить этого навала, чтобы совершить с ним вот это отмщение. И если бы не жена его, эта умная женщина, которая, услышав это, побежала туда навстречу и просила, и умоляла Давида, этот навал был бы уничтожен. Тогда, когда человек не стремится к миру, вы думаете, у него будет хорошая жизнь, он будет любить свою жизнь, он будет доволен своей жизнью, он будет видеть добрые дни. Этого никогда не произойдет. И поэтому Писание показывает, что мы призваны не только уклоняться от зла, но делать что-то активно. И активно написано искать мира. Что такое искать? Мы должны не просто не делать зло, мы должны делать добро. Писание всегда говорит, что ты не должен просто не делать чего-то, и ты должен взамен делать что-то. Если против нас делают зло, а я не отвечаю злом, это еще не исполнение Писания. Я должен добро в ответ сделать. Я должен наполнить себя добром в этот момент. И Писание здесь говорит, ищи мира. В этом враждебном мире, представьте себе этих читателей, кому пришло это послание Петра, когда все было против них, все хотели уничтожить их. Петр говорит, вы должны искать мира. Вы должны стремиться к этому. Вы должны быть миротворцами. И Петр сказал, блаженны миротворцы. Они будут наречены сынами Божьими. Тот, кто стремится к миру, ищет этого мира. И поэтому мы видим здесь это указание. Павел пишет в 12 главе Римлянам. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Если это зависит от вас, вы все должны прикладывать с вашей стороны. Вы все должны необходимое сделать, чтобы искать мира и примириться. Помните, Христос когда-то говорит своим ученикам такие слова. 10 глава Матфея, когда он посылает их на служение, он говорит, входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Христианин постоянно должен жить в мире. Он должен раздавать этот мир. Если даже кто-то не принимает этот мир, Христос говорит, этот мир к вам возвратится. Ты будешь в мире жить. Ты будешь находиться в этом состоянии. И поэтому вот в этом как раз для нас указание. И мы должны сегодня спросить себя, после этого слова, которое мы услышали на этой неделе, что вы будете делать? Может быть, кому-то стоит подумать, с кем нужно примириться, с кем вы не имеете мира. Может быть, нужно кому-то позвонить. Может быть, нужно поговорить с родителями. Может быть, нужно с детьми поговорить. Может быть, с мужем, с женой нужно поговорить. Может быть, встретиться нужно с кем-то. Сделайте это. Это то, чему учит нас Слово Божие. Ищите мира и стремитесь к нему. И когда мы смотрим на все эти три момента, Мы можем задать себе вопрос, и это счастливая жизнь? Это добрая жизнь? Тогда, когда я отказываюсь от себя, от своих прав, когда я в ответ на проклятие должен благословлять, вот в этом мире, который направлен на меня, кто-то скажет, ты не знаешь просто моего мужа, а ты мою жену не знаешь, а ты моих соседей не знаешь, ты моего начальника не знаешь, ты не знаешь этих злых людей, которые все делают против меня. Если я буду поступать вот так, если я буду и молчать, если я буду благословлять, добро делать, миру стремиться, меня просто растопчат, меня просто выбросят, и тогда я задаю вопрос, это счастливая жизнь? Библия говорит, да. И знаете почему? Потому что здесь есть еще один текст. Я хочу, чтобы мы посмотрели на этот еще один текст, это 12 стих. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их земли. И это счастливая жизнь. Среди всех этих бедствий, среди всех проблем, когда мы поступаем так, как нас учит Слово, среди всех этих взаимоотношений, счастливая жизнь это тогда, когда Бог благословляет. Это тогда, когда лицо Господне направлено к нам. Когда Он слышит наши молитвы, когда Он видит нас, когда мы выполняем волю Божью. Вот это жизнь, достойная любви нашей. Это жизнь, когда я могу сказать, я люблю эту жизнь. Потому что Бог со мною, Он видит меня, Он помогает, Его уши открыты для наших молитв. И поэтому мы можем любить жизнь, мы должны любить нашу христианскую жизнь. Тогда, когда мы знаем, что Господь с нами, и Он посылает Своё благословение. Это благословение может быть разное. Это не всегда легкое что-то. Это не всегда какая-то жизнь, наполненная просто каким-то легким времяпровождением. Это разное благословение. Но благословение Божье больше любого страдания в этом мире. Какое бы страдание мы не терпели от мужа, от жены, от детей, от родственников, от соседей, от знакомых, от братьев, сестер в церкви, какое бы страдание мы не терпели, Божье благословение намного больше страдания. И поэтому Петр этому учит. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, вот так поступай. И поэтому он говорит, и в предыдущем стихе мы прочитали, и в девятом, чтобы наследовать благословение. В четырнадцатом стихе он говорит, если и страдаете за правду, то вы блаженны. Он показывает нам, что такое эта добрая жизнь. Вы помните Петра, который когда-то отвернул лицо от Господа? Он пошел по воде, он готов был идти через все эти волны, и он прошел бы, но он отвернул лицо от Христа. Он перестал видеть лицо Христа, и он начал тонуть. Господь говорит, когда ты идешь по этому бурю, по этим волнам, по этому шторму, ты пройдешь. Потому что лицо Господне направлено на тебя, и Он тебе поможет и благословит. Знаете, в каждом штате есть такой определенный слоган, который определяет, как бы, что происходит в этом штате. Вот у нас в Вашингтоне это Evergreen State, то есть вечно зеленый штат. В штате Небраска логан The Good Life. Небраска The Good Life. Хорошая жизнь. Я не знаю, все ли, кто живут в Небраске, согласны с тем, что в Небраске это Good Life. Но сегодня мы с вами читали это слово, это как бы вот такой вот, знаете, знак на дороге, который показывает, где эта хорошая жизнь, где эта правильная жизнь. Это в этом слове. Это тогда, когда мы исполняем Слово Божие. Потому что добрая жизнь и добрые дни, они могут быть найдены только в Иисусе Христе, только в Боге, только в исполнении Слова Его, только в благословении Божьем, только в правильных взаимоотношениях с Богом и с ближним. Это первая и вторая заповедь. Возлюби Господа всем сердцем твоим и ближнего, как самого себя. Благослови нас, Господь, так относиться к жизни. Если кто-то сегодня не любит жизнь, ненавидит жизнь, наверное, это не та жизнь, которую вы проводите. Наверное, надо изменить жизнь. Наверное, нужно начать жить так, как учит Слово Божие. И тогда изменится и отношение к этой жизни. И мы будем теми, о ком говорит Петр, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дела, тот удерживай язык свой от зла и устасывай от лукавых речей. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что Господь будет с вами, и Он вас благословит». Аминь. Помолимся Господу. Аминь.